туфандак гора в азербайджане находится на стыке гусарского губинского и габалинского районов недалеко от села ханалык на одном из склонов горы на высоте 3000 метров находится исток реки кудял чай в переводе на русский звучит как гора ураган названо так по причине частых ураганов и ветров в данном регионе легенда гласит что в одном из третьих озер озеро туфан-нух окружающих подножие горы сохранился большой кусок дерева или доски одна из вариаций мифа о потопе туфан также горнолыжный комплекс летне-зимнего отдыха расположенный в городе габала азербайджан в зоне отдыха туристы во все времена года имеют возможность совершить прогулку по канатной дороге зимой покататься на лыжах действует лыжная школа в течение дня горнолыжный комплекс туфан способен обслужить 3000 человек действуют 4 канатные дороги 5 лыжных трасс горнолыжная трасса оснащена системой искусственного снега удивительные метаморфозы происходят в сознании иностранных туристов если раньше они воспринимали азербайджан как место где можно искупаться в море и поездить с экскурсиями по городам то теперь они рассматривают нашу страну как прекрасную возможность заняться горными лыжами и это не может не радовать потому что наличие горнолыжных курортов в стране является как бы символом изысканности в туристической отрасли горнолыжный туризм в азербайджане начал развиваться не так давно однако очень активно заявил о себе доказательством этого может служить и курорт туфандак начавший свою работу в январе 2014 года и стоящий в туристической табеле о рангах на втором месте после шахдова однако в чем-то он стоит явно на первом месте во-первых суммарная длина канатных дорог и трассу туфандава самая большая в стране во-вторых у него наличествуют черные трассы в третьих он отличается более бюджетным отдыхом по сравнению с шахдагом чтобы убедиться в этом достаточно сравнить цены и на отели и на прокат горнолыжного снаряжения и на другие услуги которые предлагаются на курорте пейзажи же что на шахдаге что на туфандаге просто восхитительны и сравнить какие лучше не представляется никакой возможности горнолыжный комплекс туфандаг находится примерно в двухстах пятнадцати километрах от баку и всего в четырех километрах от древней столицы кавказской альбании и одного из самых красивых уголков страны города габала такая близость городу в котором есть даже аэропорт еще один большой плюс от аэропорта до курорта 20 километров добраться до туфандава можно разными способами на своей машине на рейсовом автобусе на такси в складчину последний мне показался наиболее комфортным если конечно у туриста отсутствует свой автомобиль курорт туфандаг представляет собой комплекс который принимает туристов и летом и зимой количество отдыхающих которых курорт способен обслужить в день более трех тысяч для этой цели служат как комфортабельные отели разной звездности уютные рестораны и кафе так и собственно лыжные трассы многоуровневые и прекрасно оборудованные синие красные и черные если зима малоснежная то имеются 175 пушек для производства снега снег получают благодаря искусственному озеру площадью в 80 тысяч квадратных метров и с помощью трех насосных станций весьма характерно что курорт туфандаг расширяют не только горнолыжную инфраструктуру но и сопутствующие сегменты гостинично-санаторный комплекс развлекательные и культурные объекты связано это видимо с тем что делается расчет и на туристов из восточных стран привычных более спокойному респектабельному и менее активному отдыху однако как показывает статистика основной контингент иностранных туристов это туристы из восточной европы и стран снг хотя лично я на прошлой неделе видел там японцев каким ветром вы занесло на туфандаг остается только гадать однако факт остается фактом курорт приобретает все большую популярность среди граждан азербайджана он также пользуется заслуженной любовью в основном из-за уже упомянутого более дешевого отдыха для туристов свои услуги предоставляют несколько отелей располагающихся на уровне 956251 метров над уровнем моря хочется отметить пятизвездочный отель кавкасто фондак маунтин-резорт хотел он расположен на высоте 1251 метров прямо на склоне горы в отеле есть пункт проката горнолыжного снаряжения имеется прекрасный спа комплекс и рестораны где представлена как азербайджанская так и европейская кухня а номерах особо распространяться не буду типичный номер для отеля 5 звезд имеется бесплатный вай фай впрочем он имеется во всех отелях курорта отель выгодно отличается от своих собратьев тем что два из горнолыжных подъемников располагаются прямо на его территории горнолыжные трассы заканчиваются недалеко от станции аски пассы карточка дающая право на несколько поездок на горнолыжных подъемниках включены в стоимость проживания правда последний вариант не является выгодным для тех кто приедет туда просто отдохнуть подышать свежим воздухом и провести время на природе не занимаясь горными лыжами впрочем для многих прокатиться на подъемнике является уже само по себе аттракционом кстати здесь сооружены и работают зимой и летом четыре канатные дороги подъемник волшебный халат будильный подъемник 4 гондольных подъемника лейтнер у каждой дороги свое весьма романтическое название риверсайт дуруджа яд мышь гейзель и габала самая длинная риверсайт два с половиной километра самая короткая габала один километр чтобы испытать удовольствие на себе я выбрал самую длинную скорость ее движения 6 метров в секунду пейзажи предгорий большого кавказа которые открываются из ее кабинок описать словами просто невозможно зимняя сказка с открыток однако для простой прогулки стоит выбрать либо дуруджа либо яд мышь гейзель они движутся со скоростью 5 метров в секунду тем более что у дуруджа предусмотрены автоматически разъединяемые сидения это тоже своего рода аттракцион оценить качество трасс я при всем желании не смог не катаюсь на горных лыжах но активные пользователи трасс говорят что претензий нет для понимающих в этом вопросе приведу технические характеристики трасс они расположены на высоте 1000 1920 метров ширина трасс до 150 метров углы наклона 25 40 градусов имеются ограждения и предупреждающие знаки общая протяженность трасс примерно 17 километров из них максимально длинная трасса синяя w23 целых сто сорок семь тысячных метров максимальный перепад высот 591 метров у черной трассы п-4 горнолыжные станции расположены на высоте 950 метров 1251 метров 1410 метров 1660 метров и 1920 метров еще один отель пять звезд на который стоит обратить внимание кавкас риверсайт резорт он расположен на высоте 956 метров территория отеля занимает площадь 20 тысяч квадратных метров и она ровная что немаловажно для людей пожилого возраста которые захотят просто подышать целебным горным воздухом они ходить по склонам другое преимущество этого отеля оценит молодежь и дети рядом парк развлечений габаленд с итальянскими аттракционами и крытым каткам если совместить два преимущества то можно рекомендовать этот отель семьям с детьми и туристам предпочитающих комбинировать горные лыжи с вечерней активностью и отдыхом в спа-центре с саунами и большим бассейном имеется и отель 4 звезды кавкас резорт хотел он расположен на высоте 1000 метров у подножия горы в каждом из двух корпусов стоящих на разных уровнях есть свой ресторан развлекательный центр с рестораном караоке и дискотека в непосредственной близости от отеля спортивно-развлекательный комплекс в который входят спа-центр с саунами и большим бассейном бассейн для живущих в отеле бесплатно боулинг кинозал и прокат до подъемников правда далековато но курсируют такси два азербайджанских моната в одну сторону отель рекомендуется для молодежи и активных туристов а также для желающих сэкономить на проживание на курорте имеется великолепно развитая горнолыжная инфраструктура нет пункты горный патруль прокат и ремонт оборудования и одежды инструкторы пункты питания на каждой станции и локеры непосредственно в отелях или у подъемников этим новомодным словечком любят щеголять туроператоры да и сами горнолыжные курорты не прочь вставить его в описании услуг совершенно не задумываясь о том что многие просто не знают что это такое локеры в данном случае это шкафы для одежды иными словами камера хранения иногда в локерах есть возможность просушить лыжный костюм также на курорте имеется горнолыжные школы для взрослых и детей инструкторы работают как с новичками так и с активными лыжниками для повышения их квалификации инструкторы могут научить вас и умению кататься на сноуборде как правило обучение этому искусству занимает больше времени чем обучение горным лыжам стоимость обучения катанию на горных лыжах 40 азербайджанских монатов за одно занятие но если в группе 6 человек стоимость снижается для каждого члена группы и составит 120 азербайджанских монатов продолжительность одного занятия 50 минут прокат оборудования горные лыжи ботинки палки на туфандаги тоже недорогой если брать пакетом на семь дней то это обойдется всего в 50 азербайджанских монатов если же вы приедете на один день просто покататься на лыжах а вечером соберетесь домой то лыжный комплект встанет вам в смешную сумму 10 азербайджанских монатов кстати комплект одежды шлем очки куртка брюки перчатки вы тоже сможете взять на прокат условия проката те же что и в случае с лыжами 50 азербайджанских монатов за неделю и 10 за полдня ски пас та же цена а детям до 6 лет и пожилым людям старше 70 ски пас вообще бесплатно очень удобно заехали скажем просто подышать воздухом и полюбоваться на пейзаже но вдруг захотелось и на лыжах покататься так никаких проблем катайтесь все удовольствие включая ски пас обойдется в 30 азербайджанских монатов но если захотите воспользоваться услугами спа-центра тут уже придется раскошелиться часовой сеанс массажа всего тела будет стоить 60 азербайджанских монатов если же возникнет желание зайти в ресторан а она возникнет на свежем воздухе аппетит разыгрывается очень даже хорошо то на курорте работают рестораны и кафетерии например норд пиик ресторан и саус пиик кафе обед обойдется тоже недорого 10-15 азербайджанских монатов без алкоголя детям на туфандаги тоже очень понравится имеются современные игровые площадки уже упомянутый парк развлечений габаленд но это удовольствие не дешевое причем вход для взрослого также оплачивается даже если он будет просто наблюдать за своим ребенком но по сравнению с прошлыми годами цена за вход снизилась и составляет два азербайджанских моната для проживающих в отелях есть открытая детская площадка в отеле кафкас риверсайт резорт и детская игровая комната в отеле кафкас тофандак маунтин резорт хотел для родителей приятно будет узнать что в гостиничных комплексах доступны услуги няни взрослые же кроме горных лыж и сноуборда могут развлечь себя хоккеем боулингом одна игра 5 азербайджанских монатов 25 игр 100 азербайджанских монатов настольным теннисом игрой на бильярде пейнтболом 150 патронов 30 азербайджанских монатов в 7 километрах от курорта имеются даже стрелковый клуб там можно пострелять и из лука тоже один выстрел из стрелкового оружия один азербайджанский монат из лука 50 гэпиков если же вы приехали скажем на неделю и вам захотелось смены впечатлений то можно съездить в древний город габалу посетить раскопки очень интересный исторический музей полюбоваться на хорошо сохранившиеся руины знаменитых габалинских ворот которым как говорят историки не одна тысяча лет посмотреть на остатки древнего керамического водопровода можно съездить и к озерам близ горы туфан легенда гласит что в одном из этих трех озер находится подлинный обломок ноева ковчега некоторые исследователи склоняются к мнению что кусок доски покоится на дне высокогорного озера туфан ух есть там эта доска или нет неважно красота озера заставит вас забыть и они и оба всем на свете есть еще одна своего рода достопримечательность которую стоит посетить в 30 километрах от курорта находится завод известного бренда азербайджанских вин савалан там можно заказать экскурсию или просто прикупить пару бутылочек очень вкусного вина завоевавшего несколько международных наград на окраине города габала расположена зона отдыха а и шига экскурсионно-туристическая служба горная турбаза занимается организацией отдыха в лесу экскурсий охоты и рыбалки зона отдыха сахил находится на берегу озера нахур в пять километров от шоссе габала баку туристы могут совершать походы к водопадам по лесу к историческим памятникам на северо-востоке города габала на левом берегу реки демиропаран у подножия горы газылгая расположен минеральный источник шангар турбаза и у Продолжение следует...